Новогодний подарок от сибирских авторов. Старый храм в Костел-Ламаре, Юрина Капуста, нефтекомбинат зимой. Пополнили фунды Новосибирского художественного музея. Официальная церемония передачи 11 произведений искусства прошла сегодня. На ней побывал Алексей Кудинов. Хочется пожелать музею, чтобы популярность музея и интерес нашей учетели к искусству был, ну хотя бы таким же, как интерес жизни нашего города. Театр, музыки. Работа Сергея Менщикова есть в коллекции Новосибирского художественного музея. Сегодня он передал еще две иллюстрации к сказкам дядюшки Римуса. Всего фонды пополнили 11 картин и скульптур 10 новосибирских авторов. Вы знаете, когда работа нашла свое пристанище, не вечный покой, а пристанище, то для любого художника это, наверное, счастье. Его дитё уже на месте. В отличие от галерей и частных коллекций, Государственный музей принимает работы на вечное хранение. Они станут материалом для исследований, затворениями, будут следить, реставрировать и, главное, показывать их зрителям. Вот эта последняя работа, которая здесь сейчас, вот она, эта работа Минаса Витясяна, это такой великий армянский художник. Она очень трагична в том, что он... У него сожгли мастерскую просто, он готовил выставку, сто работ сожгли, потом его самого убили просто машиной. Но эта работа посвящается памяти Минаса Витясяна. Юридические работы музею подарили не сами авторы, а местное отделение Союза художников России. В этом году организация отпраздновала 90-летие. Одна из юбилейных выставок прошла в стенах художественного музея. Конкурсное жюри отобрало работы, которые Союз купил у авторов и затем передал дар. Это один из основных способов комплектования фондов. Также музей покупает работы напрямую у художников. Мы приобрели, допустим, скульптуру Дашина Мдакова после его персональной выставки. Это тоже для нас очень такой важный момент, потому что ни одной работы его не было в нашем музее. И нам по просьбе нашей правительства специально на это выделило средства. Работы сибирских авторов художественный музей начал показывать в других городах. Недавно прошли две выставки на московских площадках. В 2024 году коллекцию представят в Санкт-Петербурге во время Международного экономического форума. С подаренными сегодня работами новосибирцы смогут познакомиться в ближайшее время. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС.